Но тем не менее, ни одна наша тусовка урологическая не проходит без обсуждения все-таки проблем инфекции нижних мочевых путей. И в этом разделе одна из сложных таких проблем – это вопрос диагностики лечения рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей. Опять-таки, люблю цитировать Любову Александру, если вы внимательно читали ее работу, она пишет, что все-таки это проблема междисциплинарная, совместно с урологами, гинекологами. Это действительно должен быть симбиоз специалистов, которые занимаются этой проблемой. И если есть у нас инфекционный процесс, то должен быть и инициатор инфекционно-воспалительного процесса, рецидивирующего процесса мочевых путей. И общепризнанным является семейство энтеробактерий. И до сих пор была противоречивая роль по поводу кауглаза отрицательного ставилококкова, аноэробных бактерий. Но сейчас дискутабельные все-таки вирусные патогены в гинезе рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей. Если все-таки мы говорим о рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей, обязательным условием, конечно, является культуральное исследование мочи. И наша кафедра проводит это с учетом расширенных набор сред для каждой группы бактерий. И тем не менее у определенного количества исследуемых мы не видим бактериальных патогенов. Здесь задумываемся, есть ли тут вирусная инфекция или нет. Извините, пожалуйста, перескакиваю. Есть, нет, но тем не менее наши отечественные урологи, присутствующие здесь и Андрей Зиновьевич, есть такие работы о причастности к герпетической инфекции. Мы с вами уже научились лечить острый герпетический цистит, о чем сегодня говорили. Геморрагический, да, как правило, это является геморрагический цистит вирусной этиологии, именно герпетической этиологии. Но цистит вирусной этиологии, как правило, это дисбаланс микробиома, о чем сегодня также говорила Любовь Александровна. Мы говорим о нарушении симбиотических взаимоотношений в организме, наличии эндогенных очагов инфекции и нарушении соответствующего адекватного иммунного ответа клеток, которые участвуют в этой системе. Что касается папиллома вирусной инфекции, это сложная ситуация, вызывает и не вызывает. Почему сложность? Потому что нет критериев диагностики, маркеров диагностики данной нозологии. Мы знаем на сегодняшний день более 200 представителей папиллома вируса инфекции. 40 из них поражают мочевые пути, репродуктивные органы. И в урологической практике они довольно-таки много вызывают различные заболевания. Что касается рецидивирующего цистита, в том числе, то он, как правило, если сравниваем с бактериальным циститом, более тяжелое течение и высокий риск рецидива данной инфекции. Хочется сразу подчеркнуть, почему есть определенные у нас аналогичные сравнения с такими поражениями репродуктивной системы у женщин. Мы знаем, что эпителии женщины, эпителии треугольника литой очень сходны. И когда поражается папиллома вирусная инфекция репродуктивных органов, гинекологи с этим всем справляются, а если он уже поражает эпителии или уротелии мочевых путей, как правило, мы не акцентируем до определенной ситуации, на это акцента нет. И когда уже мы думаем, это какой-то на фоне рецидивирующего процесса, получаем какие-то продуктивные формы папилломы вирусной инфекции, здесь уже мы дифференцируем, это онкологический процесс или нет. Но тем не менее, сегодня это актуальный вопрос. Одна папиллома вирусная инфекция, одна из частых инфекций, которые вызывают различные заболевания мочевых путей и репродуктивных органов, с одинаковой частотой встречается как у мужчин и женщин, и также как и у женщин, у мужчин приводит определенным инфекционно-воспалительным заболеванием мочевой системы, характеризуется сложностью диагностики субклинических и латентных форм. Что касается клинических проявлений, они аналогичные, как и бактериальному циститу, но может быть что-то здесь будет более выражено, да, и единственное, что нет патогенов при культуральном исследовании мочи, хотя мы его проводим с учетом аэробных, анаэробных методов диагностики. Итак, женщина, которая к нам поступила 35 лет, жалобы на выраженные императивные позывы к мочевоспусканию, учащенное мочевоспускание, учащенное периодическую гематурию, боли надлонной области, боль в уретре, не связаны с актом мочевоспускания. В анамнезе болеет диагноз хронический рецидивирующий цистит в около 6 лет. За последний год 6 обострений, соответственно, всем нашим гайдлайнам проводилась терапия, но все-таки у пациентки вновь рецидив. Гинекологический анамнез, у нее была радиоволновая акцизия в свое время, с пободой эрозии шейки матки, и тогда ПЦР влагалища, поплома вирусной инфекции 16, 18, 13 типа. В общем анализе мочи, лейкоциты 6, 8 полизрения, есть гематурия, при бактериологическом исследовании кишечная палочка первой степени, пациент уретре влагалища, попелома вирусная инфекция не выявлена. Конечно, здесь акцент на цитологическое исследование, атипичных клеток нет, но есть единичные хилоциты. И вот при комбинированном уродинамическом исследовании также патологии мы не видим. При ультразвуковом исследовании мочевого пузыря такое заключение было, какое есть такое представление, да, на запатологическое образование нет, но, как правило, пишут здесь в мочевом пузыре. И для уточнения диагноза, конечно, нам нужно выполнить какие-то вирусологические исследования, какие чаще мы делаем, мы их представили. И вот жду вашего ответа, потому что эту лекцию мы уже как бы более полную читали. Жду от вас правильного ответа, какой метод все-таки нам предпочтительно использовать. К сожалению, пациент уретры при рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей, значимость, ценность этого метода очень низка, где-то 5%. Мы очень так широко начали использовать ПЦР мочи и ПЦР биоптатов при цистоскопии, тоже невелика, 50-60% соответственно. ИФА, да, выявляет вирусную инфекцию папиллома, но локализованность, идентифицировать штаммы мы не можем, тоже как бы спорный вопрос. Если откроете различные работы по папилломо-вирусной инфекции, то здесь правильный ответ, конечно, это цистоскопия биопсия с морфологическим исследованием биоптатом. Это является золотой стандарт для уточнения папилломо-вирусной инфекции. Результативность ПЦР, уже это я вам говорил, 5%, результативность ПЦР мочи до 50%, да, ИФА достигает 90%, но минус то, что нет, конкретизировать возбудителя и его локализацию. Золотой стандарт – это цистоскопия, биопсия с гистологическим обследованием. Вопрос второй, какие признаки ПВИ мы чаще всего акцентируем на это внимание. Когда мы видим заключение здесь, хочу все-таки, пока вы отвечаете на вопрос, сказать, если вы слышали лекцию Андрея Владимировича, профессора Зайцева, то он в своей лекциях неоднократно подчеркивает, не нужно выполнять биопсию и цистоскопию, если нет у вас морфолога. Если, естественно, нет морфолога, который не ответит на этот вопрос, выполнять данные исследования не нужно, нужно отправить специализированные исследования, где есть профессор Зайцев, который смотрит таких пациентов. И правильный ответ, конечно, к элоцитоз, да, все остальные, они второстепенные, неспецифические признаки. При бактериальном цистите мы тоже можем видеть единичный к элоцитоз, но это не признак того, что есть папилломы вирусной инфекции. Обязательно должна быть к элоцитозная трансформация сквамозной гиперплазией, да, это просветление цитоплазмы, так, хочу найти вот это дело, просветление цитоплазмы и эксцентричность расположения ядра. То есть, кроме того, к элоцитоза располагается беспорядочно в эпителиях, ядра и леска увеличены, неправильные формы. Вот о чем это пикнос и сморщенные ядра, это все характеристики папилломы вирусной инфекции. При цистоскопии мы видим у женщин такие образования, в мочевом пузыре белесоватый, который часто некоторым урологами подвергается трансуретральной резекции, но это не решает вопрос, они к нам возвращаются обратно. Иногда этот процесс проводят с сморщием в мочевом пузыре, если эта локализация очень большая. И здесь обязательно все-таки, наверное, придется проводить фармакотерапию. Сравнивая бактериальный вирус инфекции, мы видим, что при бактериальном цистите есть отек уротелия, есть определенные изменения, которые характерны для цистита полнокровия. Но клетки уротелия, посмотрите, они упорядочены, они располагаются правильно, а при вирусном цистите имеет место быть беспорядочное расположение с эксцентричным расположением ядра, просветлением цитоплазмы вокруг ядра. Итак, вид какой терапии мы должны проводить пациентам? Антибактериальная терапия, инстилляция, противовоспалительная терапия, какой вид может, если вы не знаете, вирусный цистит или нет, все-таки чего мы начинаем? Леонид Григорьевич, ваша помощь. Вопрос, да? Конечно, все пациентки, которые к нам поступают, я тоже начинаю подсказывать, что это многократная проводимая антибактериальная терапия, уже имеющаяся какими-то выраженными дисбиотическими нарушениями и не решает процесс лечения. То есть высокий риск рецидива просим многократной антибактериальной терапии. И, естественно, инстилляции тоже не решают вопрос. То есть у нас остаются эти патогенетические агенты, мы начинаем с противовоспалительной терапии. Мы не вырываем, сегодня Люба Александровна показывала слайд по назначению антибиотикам и по назначению канифрона. Не годится назначение антибактериальных препаратов. Мы используем различные виды терапии, они все не имеют места быть. И один из препаратов, все-таки мы из чего как бы начинаем терапию, потому что имеет несколько точек приложения. Я думаю, что большинство ответило правильно. Это, конечно, канифрон. И почему канифрон? Если у антибиотика одна точка приложения, то у канифрона несколько точек приложения, рецептура воздействия на несколько точек, несколько активных точек воздействия, низкий риск побочных эффектов, не вызывает дисбиотические процессы. И длительная, конечно, возможно, патогенетическая терапия данным препаратом. Конечно, состав данного препарата позволяет нам, учитывая, что и антибактериальный, и противовоспалительный, энергизирующий эффект, использовать данный препарат в качестве начальной терапии. Конечно, противовоспалительную терапию мы сочетаем с противовирусной терапией. Я даже не задаюсь вам вопросом, ну какой препарат у нас является таким вот почтением, да? Все привыкли использовать изопринозин в гинекологической практике или другие какие-то препараты. Мы с вами не говорили сегодня о иммуностимулирующей, иммуномодулирующей терапии. Это все-таки прерогатива иммунологов. Мы говорим об иммуноактивных препаратах. Мы знали такой препарат, как уравоксон при лечении бактериального цистита. И здесь все-таки мы отдаем предпочтение индинолу. Это иммуноактивный препарат, да, который именно действует на патогенетические основы вирусной инфекции. Следующий пример. Мужчину я взял для все-таки нехарактерной, да, рецидивирующей инфекции. Мужчина 34-х лет, жалобы на боли надлонной области, болезненной эвакуляции, императивный позыв к мочеспусканию. Паректум простата не увеличено. Лабораторные исследования, да, тоже как бы основные соответствуют нормативным значениям. Ну, при пациерурете есть 16, 31, 33 типы. Консультация невролога, психотерапевта, пактолога и других специалистов у пациента не было патологии других органов и системы. Какой же метод нам все-таки здесь помогает уточнить диагноз? Комплексно-уродинамическое исследование, цитология мочи, да, мы тоже говорим, что цитология часто нам помогает выявить, есть ли калецитоз или атипичные клетки, или уретроцистоскопия с биопсией, или уретроцископия с биопсией. Конечно, здесь уретроцистоскопия с биопсией, это обязательный метод диагностики вот таких пациентов спорных. Посмотрите, у него поражен папилломатозными образованиями мочевой пузырь, семенной бугорок и мочевой пузырь, и этому пациенту, конечно, проводится терапия, и она представлена, какую из них нам нужно проводить. Трансуретральное воздействие с сочетанием с фитотерапией, или трансуретральное с противовирусной терапией, или фитотерапия с противовирусной терапией, или противовоспалительное с противовирусной терапией. Конечно, мы не можем воздействовать трансуретрально, так как поражен весь канал у пациента, большая часть мочевого пузыря. Мы только смогли взять биопсию для исключения других нозологий, онконозологий. И, конечно, здесь только, ну, здесь ответ тоже неправильный, к сожалению, видно, где-то срыв у нас пошел презентации, ответ правильный. Д, все-таки фитотерапия и противовирусные препараты пациенту длительно нужно проводить. Дальше. Монотерапию мы сегодня используем, или все-таки комбинированную антивирусную терапию. Какой вид терапии нам лучше использовать? Почему? Задается такой вопрос. Я думаю, что можно показать уже результаты. Конечно, используем комбинированную терапию, потому что папиллома, вирусная инфекция, она с многогранным патогенезом. Мало того, что идет репликация вируса, воздействие на геном клетки, поражение наших нормальных уротериальных клеток, то здесь еще идет цинк из вирусных белков Е6 и Е7, который приводит к дезагрегации антиген-презентирующих клеток, доэндритных клеток кишечники, инициирует образование агрессивного 16-альфа-гидроксестерона, который является направленным таким воздействием на развитие онкологического процесса ткани. И нужно, конечно, воздействовать на все этапы патогенеза данной инфекции. Мы проводим комбинированную терапию, используя цитопротактивные действия препаратов, симулирующие собственные интерфеногенезы. Конечно, очень важно это ингибирование все-таки 16-альфа-гидроксестерона, обладающие канцерогенным действием и ингибированием синтеза вирусных белков Е6 и Е7. И, конечно, в конце лекции хочется сказать, что опять-таки сегодня цитирую только Любову Александровну, нет, и вас, конечно, профессор Зайцева тоже люблю цитировать, проблема многогранная, не только урологи, гинекологи, здесь должны, конечно, эта работа должна быть междисциплинарной, между имморфологами, микробиологами, потому что проблема многогранная по своему патогенезу. Спасибо за внимание, слушаю ваши вопросы. Я таким образованным, вот этот вот, как вы мне говорите, поэлокситроз, да, специфичный признак для вирусной инфекции, когда имеется эксцентричное расположение ядра с просветлением цитоплазмы, клетки поражённой, морфологическая картина, нам с вами это не нужно знать, это как бы просто для общего развития, это морфологи должны, конечно, знать, но, тем не менее, когда вам даётся заключение хроническое воспаление, это ни о чём, когда единичный кэлокситоз, это тоже ни о чём, то есть должна быть обязательно кэлокситозная трансформация с метаплазией или дискератозом, или с такими изменениями, которые есть, ряд специфических, неспецифических признаков, которые сочетаются с главным специфическим признаком. Всё-таки это вопросы к морфологу. Многие в аудитории проголосовали за трансфуэтральную резекцию как метод лечебный при выявлении каких-то популярных новообразований в мочевом пузыре, видимо, глазом во время эндоскопического исследования. И, в общем, осторожность аудитории понятна, потому что известно, что вирусные агенты, в том числе являются агентами, вызывающими неопластическую трансформацию уретериальную, и это уже переход на клеточный рак. Конечно. Вот не могли бы Вы почётче обозначить тогда когда? Хорошо. Я понял Ваш вопрос. Мы говорили о папилломатозных образовании мочеспускательного канала уретры, которая диффузно поражена. Мы только взяли биопсию, диффузно коагулировать всю уретру мы не можем, оно приведёт к последующим гакт, к рестриктурам и так далее. Конечно, если в мочевом пузыре мы увидим папилломатозное образование кандилому, часто таким клиническим проявлением этого состояния являются остроконечные кандиломы. Мы выполняем здесь трансформаторальную резекцию обязательно, но если имеет место быть диффузное поражение вот таким папилломатозным состоянием, мы берём биопсию, мы не можем скаагулировать, к сожалению, весь мочевой пузырь, мы берём такую многоточечную биопсию, и это правомочный правильный вопрос, и здесь обязательно нужно отдифференцировать от уретариальной карциномы, что мы и делаем. Часть пациентов к нам поступали раньше с диагнозом уретариальная карцинома, и когда, ну это небольшая часть, но тем не менее, эти пациенты после гистологического исследования уходили от нас без онкологического лечения, а с противовирусной терапией и с последующим положительной динамикой. Если есть уретральные, в мочевом пузыре есть образование, однозначно трансурретральную резекцию, да, есть единичные образования, похожие, тут это однозначно, но я показал того пациента, у которого диффузно была поражена уретра. Спасибо за доклад. И еще один вопрос такой. Насколько часто такие пациенты с диффузным поражением мочеиспускательного канала на Вашей практике, вот в Ростове в частности, и вирусные ульцеститы в том числе, и эффективность комбинированной вот такой терапии на Вашей практике? Спасибо. Уретра, поражение мочеиспускательного канала нечасто, да, это пациенты с синдромом тазовой боли, и когда мы начинаем смотреть все в комплексе, это небольшая группа больных, а что касается рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей, к сожалению, удельный вес таких пациентов растет. И, как правило, это не только Ростов, но и ближережащие регионы. Женщины, которые многократно лечились, это женщины с большим анамнезом, женщины в анамнезе, имеющие папилломовирусную инфекцию, и главная ошибка – длительное назначение данной категории антибактериальной терапии. И в последующем у них и так имеются дисбиотические нарушения, мы усугубляем дисбиоз и кишечника, и влагалища, и других систем, и в последующем нарушаем нормальный иммунный ответ, и здесь приходится решать комбинации такой ситуации. – Халиф Сульманович, скажите, пожалуйста, а как долго проводится комбинированная терапия? – Что касается канифрона и индинола, то это 6 месяцев терапии, потому что это не терапия одним днем 10 днями, это не антибактериальный препарат, у нас произошли грубые морфологические изменения, и зная морфологию самого вируса, все-таки терапия длинная. Почему канифрон, длительная терапия, противовоспалительный эффект, анальгизирующий эффект данного препарата, мы не используем нестероидные противовоспалительные препараты в этой ситуации, и один из патогенетических препаратов, который длительно используется, это индинол. Конечно, все остальные препараты, соответственно, как бы начальной ударной дозе, конечно, это все требует дополнительных каких-то исследований, то есть 6 месяцев – это два вот таких сочетания, индинол и канифрон. А контрольную цистоскопию с биоси? Конечно, мы делаем контрольную цистоскопию. Через полгода, через 12 месяцев нам это интересно, не вернется ли это все опять к возврату. Ну, как я себе представляю, да, мы понимаем, что это больные с рецидивирующей инфекцией, мы, наверное, понимаем, как я услышал, да, Хальц Сулейманович, те больные, у которых мы при посеве не получили роста бактериальной флоры, в этой ситуации мы, опять-таки, как любую пациентку с рецидивирующей инфекцией должны подвергнуть обследованию то, о чем рассказывала и Любовь Александровна, то, о чем говорил Хальц Сулейманович, то, что мы, в общем-то, все прекрасно знаем. И мы должны, наверное, вот для себя еще понять, наверное, еще один момент, что если мы при таком обследовании, если мы при бактериологическом обследовании, которое, опять-таки, обязательно по всем рекомендациям у больных с хроническим циститом мы должны выполнить, если мы ничего не находим при посеве, если мы, как бы, не видим каких-то, может быть, предрасполагающих факторов, или даже если мы их видим, то, наверное, мы таким пациентам должны сделать цистоскопию, как это было указано Хальц Сулеймановичем, с биопсией, и определиться, нет ли там вот этого самого каэлоцитоза или тех морфологических признаков, которые нам скажут о том, что это может быть вирусная инфекция. И в первую очередь это, наверное, те пациенты, у которых это вот сопровождается или происходит в виде таких геморрагических обострений, в виде геморрагических проявлений цистита. Субтитры создавал DimaTorzok